привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и так как мы на ямайке уже застоялись мы планируем сделать сейчас новый переход переход небольшой порядка 550 миль и двигаться мы будем на этот раз с ямайки в панаму поэтому пристегиваем ремни или что там нужно делать на лодке понятия не имею но короче мы собираемся и через несколько дней выходим погнали пока начинаем плавно приводить лодку в порядок и заниматься тем чтобы у нас ничего не поразлеталась и быть постепенно готовыми к отходу планирование маршрута у меня есть такой panama cruising гайд офигенная книжка вот этот эрик который ее написал его папа лично продал ее мне вот где-то вот тут его лодочка стоит и так дети приобретаем подарки короче идем мы вот сюда вот это у нас атлантическая часть вот видите колон колон это панамский канал а вот здесь вот чуть чуть выше колонна буквально пару миль будет находиться такое место которое называется линтон бэй и так 202 линтон бэй открываем смотрим вот у нас исла линтон тут находится марина заходить мы будем вот так вот здесь проход давайте посмотрим здесь ближе они нам должны показать и так вот нет ни вот ни вот 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 здесь вот марина вот сюда идет проход вот этот проход и вот собственно то место куда мы сейчас планируем идти то есть мы заходим вот исла гранда исла кабра я так думаю но почему то здесь нету лодок а вот то что нету лодок меня немножко напрягает я сейчас напишу управляющему мариной и спрошу его как лучше к ним заходить вот ему написал не дюре 2 из типа вот два вопроса как лучше заходить заходить между исла гранда исла бра или заходить через линтон вокруг и что же он не написал рай мне написал что из from исла гранды все отлично и так как идти у нас понимание есть маршрут мы сейчас забьем чат плоттере с панамой я с этим же брайаном списался он сказал что зайти в панаму можно с двумя неделями карантина потом можно выйти на берег будем смотреть может быть можно будет как-то это вот вот так вот распетлять короче ну все начинаем тогда подготовку и через несколько дней будем выходить нам только что позвонили из магазина и сказали что нам привезли еду поэтому мы сейчас сашей грузимся и едем на пирс к полиции они периодически приезжают и нам привозят прямо на лодку на сегодня у них что там с пальцевским катером как обычно сломался наверно о выглядит ну что ты заберешь я поснимаю тощить ай отлично ну что его приехала это выглядит как будто мы готовимся пробую прожить здесь еще один день выглядит так так нам водичку привезли а вот она наша водичка в канистрах выглядит как будто мы на грузовом тузике придаем до карга тузик карга тузик так ну что а между прочим оплачивая здесь можно кредитной карточкой очень удобно что а я иду домой вылезет по глиссер или нет как думаешь да выйдем конечно но ему надо помочь как вы легко это делаете типа мина аккуратно все таки не обделились сюда молодцы что тут тут еды нет совсем очень жаркий климат важно пьет запастись всевозможными напитками из еды можно и протянуть то есть выглядит как будто есть мы будем их диночка расскажи пожалуйста как мы рассчитываем вообще продукты на переход от у нас переход идет 550 миль вот как вообще считаются у нас прием пищи и почему именно такие продукты во первых мы идем из расчета пяти дней плюс мы берем еще дня на три так чтобы было запасом ну а консерв у нас конечно где-то месячная случае чего если отовсюду подоставать но мы закупили мясо несколько килограмм чтобы вода сварить и нарезать мы закупили курицу несколько килограмм чтобы тоже частично заготовить свои чтоб потом на бутербродики было легко и просто хлеба и яиц макарошки консервы то есть у нас какой план мы сделаем на первый день сделаем себе заготовки так чтобы можно было просто доставать из холодильника максимум разогревать короче вот у нас уже продукты есть маршрут есть мы лоцию проложили сейчас проверим еще прогноз погоды у нас это сегодняшний день такс у нас идут тут вот так один второй и вот здесь вот вот желтенькая желтенькая это четверг потом вот с пятницы ползет вот вот сюда бы попасть хорошо было это у нас пятница и вот так вот чтобы мы уже здесь были то есть надо в пятницу утром рано выйти и потом вот на вот вот она вот этом вот пятнашки двадцатки дойти прямо сюда то есть погодка хорошая будет даже дуть немножко в общем нравится в рамках подготовки нашему отходу мы решили постирать немножко шмот и далее через полчаса нам нужно подъехать будет на пирс в бот-ярд он находится вот там вот где лодочки стоят и залить так как у нас сейчас я покажу сколько у нас топлива нужно будет залить просто до верха я думаю что мы приедем там с пятью шестью канистрами и как раз вот все дольем ну вот у нас половинка вот где-то от этого и будем отталкиваться мы готовы сейчас поедем и будем заливать дизеля тяну а вот такая вот заправочка здесь а вот ярд пустой пустой ну что заливаем топливо приехали уже с заправки на лодку мы заправили семь канистр по двадцать там два литра что-то такое стоимость горючки получается 4 и 8 американских долларов за галлон то есть это где-то 1 и 2 1 20 5 за литр что в принципе не супер дешево но и не фатально по сравнению особенно с французскими утром эр территориями там напоминают доллар евро 39 вот мы уже и готовы практически к отходу то есть у нас внутри мы тут привели порядок чтобы ничего не улетела ничего не разлетелось вот так вот теперь тузик в рабочем положении закреплен поднимаем борт и будем отчаливать для того чтобы набрать воды в марине поднимаем вот вот с итак нам дали бумагу по которой мы выходим из ямайки мы единственное кому выдали эту бумажку может быть потому что мы им тут улыбаемся короче такую бумажку никому не дают потому что мы официально не были дизембарк на ямайке но тем не менее наша жизнь сейчас станет значительно легче только по той простой причине что суд этой вот бумажкой мы теперь сможем зайти в панаму не изобретая никакого велосипеда и порядок действий у нас сейчас очень простой скидываешь ты ничего не два просто эту веревку и мы поехали и переднюю давай давай можешь скидывать и приготовься скидывать ну все скидываемся поехали ну что погнали что такое ну что тогда ему газы дай ему газ и поехали все мы уже выходим там полторуху и все и погнали прямо в кинстон это эсин из самбы давно забытое ощущение там маяк вот это маяк это является уже краем острова сейчас мы идем против ветра конкретно просто под одним мейном угол к ветру 10 градусов дует блин просто достаточно сильно но посмотрите какая черная туча за мной короче я надеюсь что мы сейчас когда зайдем за остров мы уже откроем полные паруса и на нормальном красивом ветру пойдем уже по нашему направлению в панаму сейчас ямайку нас ветер 2425 мы сейчас дойдем вот сюда до глубины где-то вот 168 сюда и там повернем сюда и уже у нас будут полноценно паруса работать вот у нас прошла первая ночь обычно в первый день как обычно снимать ничего не хочется потому что нас так достаточно сильно болтает большие волны сбоку то есть у нас сейчас боковая качка которая самая противная лодку болтает достаточно сильно ну а так как мы намеренно выходим тогда когда у нас по прогнозу желтенькая то идем мы на третьих рифах потому что дует у нас достаточно много на вторых рифах а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Остросюжетно, но мы на самом деле нормально расходимся Ну что, у нас такой вот ужин Саша приготовил Это то, что готовится быстро и не требует огромных усилий Потому что сейчас болтает достаточно сильно Ну что, можно есть? Нужно есть Рыба погрызла воблер и свалила себе домой Ну что, у нас очередной день, это уже третий день Нам до цели осталось Угол к ветру 75, то есть мы идем немножечко острее По прогнозу угол должен быть уже был 110, но почему-то он исполз И прогноз погоды немножко не соответствует Сегодня на утро погода должна была быть уже хорошая Солнышко мы имеем вот такое вот Как я вам говорил, у нас погода поменялась Опять стало солнечно, но дует еще так же хорошо У нас уже был утренний кофе Вот мы сейчас сделаем заброс на рыбу Может быть что-то поймается вкусное Уже очень хочется съесть эту тварь Ну и вот у меня последняя запись была 50 минут назад Я записал в бортовой журнал наше положение Вообще, на самом деле, бортовой журнал Несмотря на то, что бы вам рассказывали великие специалисты в яхтинге Это совершенно необязательная штука для яхтмена Очень часто путают коммерческие использования И Pleasure Craft Я не знаю, как в коммерческих Но я сомневаюсь, что кто-то туда записывает постоянно что-либо Но это мои догадки Я знаю точно, что бортовой журнал для Recreational Crafts То есть для яхт и моторных яхт Совершенно необязательная штука И она у вас может быть, может не быть Исключительно по вашему усмотрению Никаким официальным документом это не является Единственное, что могут попросить его у вас Если вы пришли Сделали аварийный заход куда-нибудь там на Химаоа Ну, просто как подтверждение того, что вы действительно оттуда пришли Вы покажете, а, ну окей, хорошо То есть никакой ничего И никакой особой важности в бортовом журнале нет И вообще это как бы, что значит бортовой журнал Это локбук Можно не раздуматься Еще и дождь гадкий пошел. Что-то он делает, вообще непонятное. Что-то мелко, то есть он развернулся, получается, на порт-сайд и сейчас едет параллельным курсом. Да, да, да. Должен, следует, следует, следует. Что-то будет эффект, понимаете? мы все равно типа слишком далеко он так покатаемся по кругу странные люди давай, вынимай эту тварь подождите похоже там все-таки шерпи нам нельзя ее потерять бочековач неееет аааа аааа ааа где-ка? мочи его не потеряйте его а не в крышках есть тут просто yellow pin, который пришел к нам сюда, но он ударился о палубу когда заходил головой бери его в руку, поднимай будем помещать сейчас я сделаю будем ли мы отправлять его заново? конечно же нет это у нас будет сашими наловил наловил Ха-ха-ха-ха-ха... вам достаточно свежий? достаточно, нужен уксус, вот оно с севиче, сашими, ананас, васаби, что еще надо? Пиво! Это рыба, сюда она мокается. Интересно, она достаточно свежая получилась. Боюсь, что тоже да. Как же без пива есть вот эту вкусную рыбу? Приятного аппетита! Так, а теперь севиче. Мы едем в Центральную Америку, там будут нам подавать севиче. Я на это искренне надеюсь. На ночь глядя Дина решила доесть орешки. А что ты читаешь? Я буду изучать пляжи Панамы. Вообще Панама круисинг гуиде. Эрик Баухаус. Я его между прочим знаю, но не Эрика, а его папу. Это я у него эту книжку и купил. Такой немец похож, такой с седой бородой, похож на из Властелина колец, как его звали? Волшебника. Мерлина. Мерлина. Что ты пытаешься изучать там? Не хочу знать, где ракушки. Понятно. Что, орешки грызешь на закате? Или приныкиваешь, как белка? На щеки такая. Набиваю. Не, спасибо. Я пришел кое-что другое. У нас очередное утро четвертого дня. Нам до цели осталось 153 мили. Идем прямиком на Панаму нашим курсом. Ночью был ветер там до 25. И мы шли зарифованные. А сейчас мы полностью разрифуемся. Это у нас мейншит. Управляет. Вот видите, да? То есть у нас сейчас бум уедет в сторону. Так, у нас тут передний парус. Сейчас мы его чуть поднабьем на острый куст, потому что мы будем против ветра идти. Все, есть. Отлично. Все, я забрал автопилот, поехал против ветра. Вот как бум начнет улетать, можно будет сразу поднимать. Вот там видно, вот венг под углом идет. Ну, все. Ложимся на курс. Ну и сейчас надо этот самый подбить. Открыть. Хэт. Давай, погнали. Да. Это у нас джип-фурлер. Да. Есть. Ну все, наша скорость 7. Все отлично, мы на курсе. Ага. Наша скорость 7. Ну и собираем все веревки. Тучи растворились. Были эти тучи прямо у нас на перспективе ближайшей с дождиком. Но нет, повезло. Вот она проходит. Вот она. Ну может сейчас немножечко еще подморосит как-то. У нас, вот он, утренний кофе наконец. Мммм, сладенький. Обожаю. Туча прошла, сейчас немножечко поддует еще. Шугарбан. Нам приходит шугарбан. Сейчас мы посмотрим, чего он стоит. Сугарбун. У нас сейчас завтрак. Яичница с беконом и помидорами. Каудин и булочка. С корицей. Ну что, приятного? Приятного. Ну что ж, вот мы и включили двигатель, потому что по прогнозу погоды у нас ветер должен был заканчиваться. Давайте я вам сейчас покажу. Видите, вот этот вот крестик. Это здесь у нас сейчас. Ну он пишет, что там 16. Но я так понимаю, что это немножечко он скисает. Потому что если идти дальше, он уменьшается, уменьшается, уменьшается. И вот увидите все, что дальше идет. Здесь вообще нет ветра. Может быть будет небольшой дождик. А мы идем вот сюда, туда где 25. Нарисовано. Это Панама со стороны Атлантического океана. На колонн. Короче, ветра у нас больше не будет. И мы дойдем так на моторе. Нам осталось еще там 120 миль. И мы на месте. Тема экологии после ролика на Доминиканской Республике была достаточно резонансной. Поэтому даже у нас внутри, у нас внутри коллектива произошел разлом раскольников. Короче, есть версия о том, что внутри банки есть слой. И нам показали один из подписчиков. Спасибо огромное, потому что реально ролик был прикольный. Я для себя, когда увидел, прямо прозрел. Но! Внимание! Была растоплена в кислоте банка из-под кока-колы. Но! Это не совсем корректный пример. Потому что кока-кола содержит в себе ортофосфорную кислоту. Которая в большой концентрации разъедает все оксиды металлов. То есть мы ортофосфорной кислотой моем лодку. А так как ее большое количество содержится в кока-коле, то естественно банка будет разъедена. Ну, соответственно, любая коррозия, которая происходит с алюминием, она нифига полезного для человека в себе не несет. Но! В пиве совсем другая история. Может быть лак, может быть ламинат, может быть ничего этого нету. И вот мы с Сашей поспорили. Вот Александр говорит, ничего там нету. Итак, мое мнение, конкретно в пиве. Учитывая, что там нет ортофосфорной кислоты. Мое мнение. Нет никакого смысла вставлять туда некий ламинирующий слой, пластика там или чего-то подобного. Это удорожает производство, удорожает себестоимость банки. Пиво это продукт масс-маркета. И там за себестоимость за каждый цент идет мощнейшая борьба. Мое мнение. Внутри пивного, именно пивной банки, это важно. Внутри пивной банки нет ничего. Только алюминиевый слой. Никакого там нет ламината или какого-то пластика, который бы не разлагался в океане, там нет. И мы сейчас поспорили на двадцатку. А я решил быть оппозиционной какашкой. И я говорю, да нифига. И у нас идет цена вопроса. Двадцать, двадцать американских долларов на кону. Если я проигрываю, то я отдаю. Если Саша проигрывает, я заработал двадцатку. Но, соответственно, он проиграл. Я думаю, что шансов заработать у тебя особых нет. Но у нас есть два снаряда. Очень хочется в это верить. Итак. У нас есть два тестовых экземпляра. Как мы решили провести тест разрушителей мифов? Для начала мы должны всербать редстайм. Сначала нужно уничтожить содержимое. Да. Потом нам нужно будет баночку разрезать. Это легко. Она ломается легко. После этого мы ее просушим. После этого мы возьмем зажигалку и начнем сжечь люмень. Если люмень начнет скукоживаться, значит у него есть ламинирующий слой. Если скукоживание не произойдет... То я заработал двадцатку. Надеюсь, у нас скукожится хотя бы алюминий. У нас есть для этого подходящая зажигалка, горелка. У нас есть это... Такая правильная, которая... Турбо. Да, турбо. Это джет зажигалка. У меня есть джет для спайки канатов. Мы можем вообще жестко нагреть. Я боюсь, что мы тогда просто расплавим алюминий. Отлично. Ты вообще печь выиграет. Нет, я хочу посмотреть, как оно будет. Как оно будет. Я за правду. Окей. Погнали. За правду. Смотрите, как он хочет заработать двадцать баксов. Давай, жги. Мне кажется, вот деньги странная субстанция. Они бывают очень разные. Например, вот так выглядит двадцать долларов. Давай, только сейчас решим, у кого есть. Чьи это по двадцать долларов. Но двадцатка выглядит в данном случае вот так. Дорогая банка пива. Давай. 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 Мне время не объяснять. Она просто не горит. Еще как горит. Не горит. Урубки плавят. Ай блин. Горячая. Пробуй сам. Сука. Чтобы я это сам. Чтобы я не выглядел человеком, который имитировал сейчас что-то. Пробуй сам. Ты имитируешь фольгу. Ты можешь пальцем потрогать и понять, что она там жжется нормально. Вот, кстати, прогорела. Тихо. Но это она была горелая. Блядь. Есть подозрение, что двадцать долларов уходит ко мне. Только делай паузу от зажигалки, а то она сгорит. А я никуда не тороплюсь. А, не трогай, не трогай. Горячая. Ай блин. Да. Ну, вас же дети смотрят. Слушай, ну, feel free. Нет, я ее дожгу. Жги. Мне уже результат понятен. Это вы во всем виноваты. Вы во всем виноваты. Я хотел как лучше, а оказалось все-таки я был изначально прав. А он выиграл деньги. Двадцать баксов. Жду в донатах. Друзья, вы же теперь поняли, да, что никакого здесь пластика нету. Это чистый обычный алюминий, даже без ламината, даже без лака, даже без ничего. Ну, я не знаю, что сказать, но двадцать баксов я только что просрал феерично. Нечему радоваться. И иди со своими деньгами теперь отдыхай. Как получится. Я надеюсь, что да. А у нас уже довольно близко земля. Земля. Сто миль ты еще не видишь. Это фейк земля. Это будет салат с мясом. Почему мы не ели? Вот четвертый день, блин, мы варили мясо. Почему мы не ели мясо? Я бы его съел, просто я не знал. Ну, пирожки выкинули, которые мы пекли. Камон, ну ты уже сколько съесть. Первый день вы должны были съесть пирожки. Ну, так мы же на четверых брали. Проблема первых дней в переходах в том, что что бы ты не ешь, ты обычно сразу выблевываешь. Тогда вообще могли бы все съесть. Могли бы все съесть, но жалко было. Выковыриваешь оттуда куски? Да. Прямо мощно. Варено горит. Класс. Варено горит. Можно украсить какой-то кусочек? Пожалуйста. Какой? Какой интересный. Это большой. Вот такой хочу. Только не накапай. А я туда не хочу лезть пальцами. Вот, вот, вот. Угу. Хорошо? Хорошо? Больше не трогай, я доем. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Это, между прочим, мясо, которое было сделано заранее. Кипец вкусно. Хе-хе-хе. Ну куда ты достаешь? Хе-хе-хе. Что не просто? Прямо звуччок. Не нужно перемешивать с салатом, а нужно просто положить в тарелку корень. Да, да. Саня, Саш. Ауу. Салат будет без лета. Я даже куда приезжаю. Ой-е. И хлеб. И салат с майонезом. Да. Класс. И мясо. И пиво. И мясом, и пивом. Вы пьете за рулем, да? Нет, автопилот. Мы пальцем не трогаем. Да. А вот, кстати, несколько слов по поводу safety first или безопасности на лодке. Вот это переход. У нас все безопасно здесь. Это переход. Пьет у нас только Дина и Саша, потому что у Саши сейчас вахта, а я буду пить, когда у меня вахта начнется. Когда ты на меня пить свою отберешь. Тогда? Я буду делать так. Вкусненько, да? Холодненько. Просто у нас ветер, как обычно, начинает стухать. Мы выключили мотор, потому что ветер все-таки чуть поднялся, а сейчас он опять начал стухать, и есть шанс, что мы скоро будем опять заводиться. Ну и ладно. Море совсем тихое стало. Ну вот, друзья, мы и стали в Линтон-Бэй Марина. Вот у нас есть гостевой пирс, к которому, попрошу заметить, стоит и работает кондиционер, что очень немаловажно, если ты стоишь в Марине и климат достаточно жаркий, а здесь в Панаме климат действительно жаркий. Это гостевой пирс. Сейчас мы пойдем оформляться, потому что нам нужно будет оформить карантин. В Панаме двухнедельный карантин, но насколько мне сказал управляющий Мариной, что во время этого двухнедельного карантина можно будет ходить здесь по Марине, по пирсу, и, в принципе, будет все в порядке. Так вот, еще раз. Мы стоим в Линтон-Бэй. Как здесь устроена Марина, я вам расскажу в отдельном видео. Заходили мы вот там, где идет якоринг между двух островов. Заходили, здесь глубина порядка 15 метров. В общем, мы уже здесь. Поздравляем нас с отличным переходом. А с вас, друзья, обязательно подписка, лайк, проверка. Коммент. Ну и дежурный коммент обязательно. А если есть вопросы, с радостью вам на них отвечу. До скорой встречи уже через несколько дней. Пока!